Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. Сордоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И коротко о главном. На работу и учебу только после вакцинации. Кого коснутся новые ограничения, чем опасен индийский штамм? Остались без голубого топлива. В Зайсанском районе, на востоке Казахстана, заморозили проект газификации. В чем причины? И в разгар сезона. Почему дорожают строительные материалы? В бездействии обвинили депутаты и сотрудников ряда министерств. Я по всем по порядку. Сдавать ПЦР-тест для невакцинированных работников нужно будет раз в неделю. Заместитель премьер-министра Гералы Тукжанов и представители Министерства здравоохранения разъяснили новые ограничения. Напомню, сейчас готовят постановление главного санитарного врача для работников сферы услуг, промышленных предприятий и других коллективов, численность которых больше 20 человек. На специальном брифинге рассказали, если работник не вакцинирован, он должен проходить ПЦР-исследование каждые 7 дней. Если он его не проходит, ему грозит штраф в 5 МРП. Исключение будет лишь для тех, кто имеет медицинское противопоказание коммунизации. Платить за ПЦР-тест должен либо сам работник, либо работодатель, если имеет такую возможность. В первую очередь это касается и малого и среднего бизнеса, поэтому здесь и с одной стороны не значит останавливать работу, потому что это огромная была просьба. Тогда это Микен, многих бизнесменов. Мы в принципе пошли на встречу, поэтому принято такое решение. Поэтому здесь я не вижу никаких нарушений конституционных прав, тем более мы даем выбор. Если там за исключением противопоказания, есть категория людей, которые откажутся, тогда они просто обязаны пройти ПЦР-тестирование. От кишечных расстройств до глухоты. Главный санитарный врач Алматера сказал, чем опасен индийский штамм коронавируса. Его циркуляцию выявили в мегаполисе. В том, что именно это именно дельта, штамм специалисты убедились, получив результаты секвенирования вируса. Он присутствовал в одной из проб. Бекшин не исключил, в городе могут быть введены новые ограничения. Напомню, особенность дельты в очень быстрой передаче от одного человека к другому. Один такой больной может заразить сразу шестерых, тогда как от других штаммов заражаются 3-4 человека. При этом инкубационный период индийского штамма составляет всего неделю. В этой связи Бекшин напомнил о важности вакцинации. В настоящее время ужесточен санитарно-эпидемиологический контроль в Международном аэропорту Алма-Аты и на железнодорожных вокзалах города. Все зависит от нас, всех вместе взятых. Поскольку только в едином комплексе мероприятий мы сможем говорить, что будет ли, не будет локдаун. На сегодня этот вопрос не стоит. Один случай, вы уже про локдаун говорите. Лучше говорить нам нужно, как не допустить локдауна. А для этого надо вакцинироваться и выполнять все ограничительные меры, которые перед вами ставят эпидемиологи. И сегодня же Бекшин назвал пять основных мест заражения ковидом. На первом месте объекты торговли. По его информации, 28% заражений жителей Алматы произошли в супер- и гипермаркетах. Вероятность заразиться коронавирусом в общественном транспорте составляет 17%, на рынках 12% и в торгово-развлекательных центрах 5%. При этом он добавил, что случаи заражения на объектах участников АШИК не регистрировались. Между тем, каждый пятый тяжело больной пациент в столице моложе 40. Об этом сообщили в столичном управлении общественного здравоохранения. Если раньше в группе риска были граждане старше 60, то сейчас коронавирус сильнее бьет по другим возрастным группам. В городе вновь отмечают резкий наплыв пациентов. Всего в инфекционных стационарах Нур-Султана около 2000 коек. Сейчас они заполнены больше, чем наполовину. Возросла нагрузка и на сотрудников скорой медицинской помощи. Увеличилось количество обращений на станцию скорой медицинской помощи. Давно такого не было. Но за вчерашние сутки только количество обращений населения было более 3000. Вызовов было обслужено скорой помощью 1809. И особенно увеличилось количество вызовов именно по поводу коронавирусной инфекции. На фоне ухудшения эпидемии ситуации в Минздраве призывают казахстанцев проявить заботу о собственном здоровье и пройти иммунизацию. Вакцинация, по словам медиков, остается единственным действенным способом защиты от опасной инфекции. И последние данные по числу привитых сейчас на ваших экранах. Свыше 1 753 000 человек получили оба компонента антиковидного препарата. Первым привиты свыше 2 857 000 человек. Напомню, отстают по темпам иммунизации сразу 9 регионов страны. Больше 150 нарушений карантина выявили мобильные группы в Карагандинской области. С начала июня они проверили 16 000 объектов. 17 ресторанов и кафе попались на проведение массовых торжеств. Допустимое число посетителей превысили в 9 увеселительных заведениях. Всего же с начала года за несоблюдение карантина к административной ответственности привлекли больше 1000 человек. Сумма штрафов превысила 80 миллионов тенге. Между тем, Алма-Аты в числе лидеров по нарушениям режима карантина. Только за последнюю неделю субъектов предпринимательства и жителей мегаполиса штрафовали почти на 5 миллионов тенге. А с начала года эта сумма уже перевалила за 320 миллионов. В основном многие объекты не соблюдают разрешенный график работы и заполняемость помещений посетителями. Нарушают правила и участники программы АШИК. Их в городе больше 2000. Такие объекты предпринимательства сразу исключают из проекта. На сегодняшний день из участников АШИК исключено порядка 121 субъектов малого предпринимательства, которые нарушали условия проекта АШИК. То есть практически не регистрировали и не сканировали посетителей, тем самым нарушали работу в рамках проекта АШИК. То есть они исключены на 2 недели. В случае повторного нарушения, соответственно, будут исключены на 2 месяца. Рекордное число смертей от коронавируса в России. Новые вспышки в школах Израиля. Индийский штамм уже курсирует более чем в 90 странах мира. Это последние данные ВОЗ. Специалисты предупреждают. Дельта-вариант коронавируса гораздо опаснее своих предшественников. Подробнее в сюжете. Вспышка детского ковида в Израиле. В этой ближневосточной стране накануне зафиксировали 125 новых заболевших. Большинство из них это дети. Это самый высокий ежедневный прирост с апреля. Всему причиной штаммы, которые привозят из-за границы. По данным специалистов, у большинства из зараженных дельта-вариант коронавируса. Как результат, послабления отменяются, маски вновь становятся обязательными. В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку. Цепочку заражений необходимо прервать как можно раньше. Решено восстановить коронакабинет, который будет собираться на регулярной основе. С этого момента каждый, кто входит в аэропорт, должен быть в маске. Без исключений. Каждый, кто прилетит в Израиль, должен будет сдать ПЦР-тест. К тому же призывая всех носить маски в закрытых помещениях. В Москве и Санкт-Петербурге за сутки умерло рекордное число больных с начала пандемии. Больше 180 человек. Больницы переполнены. Почти 90% новых случаев столицы вызваны индийским штаммом. Местные власти вводят новые ограничения. Начиная со следующей недели, попасть в кафе или ресторан можно будет только подтвердив вакцинацию. Либо показав отрицательный ПЦР-тест. Для отдельных категорий граждан прививки станут обязательными. У многих москвичей это вызвало серьезное недовольство. Индийский штамм, который в СМИ прозвали ковид на стероидах, выявили почти во всех штатах США. По сообщениям местных СМИ, в 8 регионах, где наблюдаются наименьшие уровни вакцинации, штамм привел к резкому росту числа заболевших. Сейчас Дельта почти вытеснил в Соединенных Штатах своего британского коллегу Альфу. Как заявил главный инфекционист США, индийский штамм представляет наибольшую опасность в стране. Процент зараженных этим вариантом вируса достиг 20%, увеличившись вдвое за последние пару недель. Заразность этого штамма, несомненно, выше, чем оригинального. Он вызывает более тяжелую форму заболеваний, что отражается в повышенном риске госпитализации. Хорошая новость. Используемые вакцины продемонстрировали высокую эффективность в нейтрализации Дельты. Несмотря на то, что штамм Дельты является более заразным и опасным, существующие вакцины от ковид все равно обеспечивают высокий уровень защиты. Как от тяжелой формы коронавируса, так и от летального исхода, уверяют ученые. По меньшей мере, три человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва бомбы в пакистанском Лахоре. Ударная волна выбила стекла и повредила расположенные рядом здания. По факту случившегося, ведется расследование. В Москве аномальная жара. По прогнозам синоптиков, такая погода в столице России продлится как минимум до четверга. Столбик термометра в Москве и Подмосковье не опускается ниже отметки в 36-37 градусов Цельсия уже несколько дней. Пока дни пережидают жару дома, другие спасаются от беспощадного летного зноя в ледниках. Парк вечной мерзлоты Булуус этим летом стал одним из популярных мест для туристов. На ледниковых островках можно поиграть в снежки, покататься на коньках и сделать уникальные фотографии. Это место очень нравится тем, что это природное явление, которое невозможно выполнить. Это увидишь только в природе и только в Якутии. Девственность нашего леса, нашей природы, нетронутость нашей природы. Вот этим и привлекают туристов, не только России. Тем временем в Калифорнии продолжают бороться с лесными пожарами. Из-за сильного ветра пламя вплотную подобралось к домам. Жители, расположенных неподалеку у населенных пунктов, эвакуировали. На кадрах, распространенных агентством Reuters, видны черные клубы дыма. Огонь охватил больше 160 гектаров. Возвращаемся к событиям в нашей стране. В Кузелородинской области назвали причину массовой гибели скота в Аральском районе. По данным специалистов, животные погибли от алиментарной дистрофии, то есть голода. Об этом на брифинге заявил главный ветеринарный врач региона. В ходе лабораторных исследований установлено в колодцах, скважинах и озерах, из которых пил воду скот, концентрация соли превышает норму. Однако этот факт не является причиной падежа. Диагноз гастрофилез упавших лошадей также не подтвержден. Напомню, в Аральском районе из-за малого количества осадков и последующей засухой в 13 населенных пунктах непригодными остались порядка 90% пастбищ. В результате погибли около 560 голов скота. На сегодня падеж остановлен. Эпизоотическая ситуация стабильная. Туши животных утилизированы в соответствии с санитарно-ветеринарными требованиями. Самая сложная ситуация на сегодняшний день в двух отдаленных селах Аральского района – Куланды и Ахбасты. Туда в первую очередь будут доставлены дополнительно корма для животных. Для изучения ситуации во всех населенных пунктах, начиная с Куланды и Ахбасты, побывала специальная рабочая группа. До конца недели в Аральском районе планируется ввести режим ЧС. Жители Курмангазинского и Исатайского районов и Трауской области остались практически изолированными от внешнего мира. Дело в том, что с началом капитального ремонта трассы от Рау-Астрахань сообщение с областным центром для них стало невозможным. По разбитым дорогам не курсируют маршрутные автобусы, в связи с пандемией остановлен движение проходящих поездов. Год назад местные власти планировали запустить пассажирский поезд внутриобластного сообщения. Однако, дальше слов дело так и не пошло. Чаня Сильчан, выслушали наши корреспонденты в регионе. До областного центра ни поездов, ни автобусов, ни дорог. Попутный транспорт, говорят жители Курмангазы, можно ожидать часами. В Салцепёке по разбитым дорогам выехать из села – большая удача. Сын ехал с работы. До 12 ночи пытался выехать. Не смог. Пришлось заночевать. Все знают, что если сюда приедешь вечером, обратно в тот же день уехать уже не сможешь. Расстояние немалое. Состояние дорог ужасное. Отсюда и высокая стоимость проезда. 4,5-5 тысяч тенге с человека в один конец. Бьет по карману. Не каждый осилит. Очень сложно. Чиновники обещали в прошлом году поезд пустить. Обещания не сдержали. Такая же ситуация и в Исатайском районе. Местные власти в курсе проблем. Однако из-за отсутствия межрайонного автобусного сообщения регулировать цены на проезд, говорят, не могут. Поэтому обещанный поезд сейчас для жителей Исатайского и Курмангазинского районов единственное решение проблемы. К тому же населенные пункты двух районов расположены вдоль железной дороги. Промешутки и семь станций и постов. Принято постановление областного Акимата об организации железнодорожного сообщения из города Атрау до конечной станции Дина-Нурпиисова. Управлением направлена бюджетная заявка на выделение субсидий. В рамках действующего законодательства будет проведен конкурс для определения перевозчика. Конкурсное оформление займет около месяца. Однако вопрос в выделении средств будут рассматривать только 25 июля на сессии областного Маслихата. А пока жителям двух районов по-прежнему придется жить в вынужденной изоляции от внешнего мира. Райхан Тожибаева, Растамбек Кенже, Монтай Матенов, Атрауская область, Хабар, 24. Привлекать частные инвестиции и средства квази-государственного сектора для строительства пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов предложили парламентарии. Важно, чтобы утилизация проходила безопасно для людей. По мнению Александра Милютина, Казахстан остается страной с напряженной радиологической обстановкой. Необходимо срочно обновить схемы классификации РАУ. Они должны соответствовать рекомендациям МАГАТЭ. Казахстанские предприниматели продолжают жаловаться на резкое подорожание сырья и материалов. В бездействии мажоресмены сегодня обвинили представителей сразу двух министерств. По словам Азата Перуашева, в среднем цены на строительную продукцию подскочили на 60%. Машиностроение и металлообработки еще выше до 80%. Напомню, подобный запрос правительства депутаты уже направляли в конце марта. Ответ не получили до сих пор, резюмировал глава партии АКЖОЛ. В самый разгар строительного сезона требуется Министерству индустрии и инфраструктурного развития немедленно отменить запрет на импорт, а при необходимости защиты интересов отечественных заводов заменить запрет таможенным пошлинами, поддерживающими, а не отменяющим конкуренцию. Наш разговор с указом Министерства состоялся три недели назад. Тогда же в СМИ сообщили об отмене запрета. Однако проект такого приказа все еще проходит согласование. А для строителей каждый упущенный месяц оборачивается новыми финансовыми потерями и удорожанием. В Шемкенте будут строить больше жилья. Миллион квадратных метров обещают сдать застройщики до конца этого года. Цифра для мегаполиса небывалая, но вполне достижимая, отметил на брифинге заместитель Акима города Ергали Белизбеков. Жителям мегаполиса также раздадут жилищный сертификат на 500 миллионов тенге. Речь идет о безвозмездной помощи, предоставляемой государством. Подробнее в следующем интерьере. Это административно-деловой центр Шемкента – новая часть города. Везде возвышаются новенькие дома. Строители прокладывают улицы, обустраивают внутриквартальные территории. Работа тут кипит всегда. В этом году местные власти замахнулись на небывалую для Шемкента цифру. Планируют сдать миллион квадратных метров жилья. Ведь сейчас в очереди на получение квартир почти 45 тысяч шемкенцев. Город растет. Если на одного человека построен один квадратный метр, это город развивается, значит, он экономически растет. Я думаю, что задача поставлена Акимом Города просто такая, знаете, космическая, но реализуемая, достигаемая такая задача. Для нуждающихся граждан сделали жилищные сертификаты на каждого гражданина по одному миллиону тенге. Деньги пойдут на покрытие части первоначального взноса по ипотеке. Помощь безвозмездная. В этом году мы добавили 500 миллионов тенге. Выдается по миллиону тенге каждому человеку, который получил банки одобрения. И по четырем программам они могут получать. Мы сейчас рассматриваем вопрос об увеличении вообще этой суммы, потому что понимаем это необходимость. С присвоением Шемкенту статуса города республиканского значения в социально-экономическом развитии большие изменения. Бюджет города вырос до 481 миллиарда тенге. В новом формате разработана и уже реализуется программа развития мегаполиса. В приоритете строительства комфортного и безопасного жилья. Катерина Попкова, Азамас Аметов, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, Хабар 24. Президент Касым Жмар Тукаев поздравил сотрудников казахстанской полиции с профессиональным праздником. В своем твиттер-аккаунте он пожелал им успехов в нелегком и опасном деле. Между тем, в столице подвели итоги республиканского конкурса детективных работ СЕРТ, которые в этом году впервые организовали в Министерстве внутренних дел. Отмечу, основоположником этого жанра в казахской литературе является Кимель Тукаев, отец главы государства. Всего поступило больше 30 заявок со всей страны. Авторов лучших произведений отметили хрустальными статуэтками и памятными подарками. Вообще пишу я с детства, писала сказки. Вот такая вот крупная опроза, это получается, это повесть. Я пишу с 2013 года, и я совсем даже не ожидала, что я за ему третье место. Это очень для меня приятно, и спасибо большое жюри, что они так высоко оценили на мое произведение. При создании жюри на этот конкурс мы долго советовались, привлекли и попросили принять участие наших знаменитых писателей, заслуженных деятелей искусств, специально для того, чтобы первый конкурс начался именно с той высокой планки, с той высокой позиции. И мы каждый год его будем проводить, и чтобы действительно детективный жанр художественной деятельности нашей Республики Казахстан в искусстве занял достойное место. В Туркестанской области завершился саммит молодежных лидеров тюркоязычных стран. Последний день мероприятия участники посвятили экскурсии по достопримечательностям региона. В течение дня иностранные делегаты посетили мавзолеи Арстанбаб и древнее городище Отерар. Подробности у Рауля Габитова. Мавзолея Арстанбаб – одна из главных святынь Южного Казахстана. Древние минореты и усыпальница духовного наставника Ахмеда Ессауи. Многие участники саммита здесь впервые. Не могу передать словами чувства, которые я испытала на протяжении трех дней, проведенных в этом регионе. Здесь повсюду чувствуется дух истории и древняя культура. Спасибо казахстанцам за организацию такого мероприятия. Надеюсь, молодежный саммит станет традиционным. Посещение исторических памятников заряжает духовной энергией. Наши народы являются братскими. У нас единая история. В целом, саммит нам понравился. Благодаря ему мы обрели новых друзей. Следующей точкой маршрута стало городище Отрар. Некогда крупнейшее поселение сегодня представляет собой лишь руины, которые хранят множество исторических загадок. Археологические раскопки здесь ведутся до сих пор. Всего в экскурсию вышли порядка 200 человек. Среди них делегаты из Турции, Азербайджана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В рамках саммита мы разработали специальное постановление. Его цель – популяризация в наших странах нашей общей истории. В будущем мы продолжим проводить подобные встречи. Саммит лидеров и активистов тюркоязычных стран длился три дня. В течение этого времени гости ознакомились с историей Туркестана, приняли участие в международной экологической акции и открытии аллеи. Также в ходе встреч молодежные организации из шести стран подписали меморандумы о взаимовыгодном сотрудничестве. Рауль Габитов, Яббалат Абишов, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. На востоке Казахстана приостановлен проект газификации Зайсанского района. Для того, чтобы обеспечить население голубым топливом, была разработана комплексная программа, состоящая из трех очередей. По итогам первых двух этапов доступ к централизованному газоснабжению получили 80% жителей райцентра. Но средств не хватило. Жителям Зайсана первым начали проводить природный газ. Сначала подключили соцобъекты и частный сектор. Но на втором этапе, когда газопровод протянули еще к девяти селам, проект приостановили. После чего даже в райцентре работу не завершили. В 185 домах еще нет голубого топлива. В этом районе в 2007 году появились первые дома. С тех пор мы топим печи с 2015 года ежеквартально. Ходим, спрашиваем весной, осенью, зимой. Шесть акимов сменилось уже. На нашей улице почти все семьи многодетные. Сколько акимов сменилось уже. Сколько раз ходили. Всегда одни обещания. Углем топим. И тот некачественный. Плохо горит. К тому же дорогой очень. Приобрести даже дорогостоящий уголь и то стало проблематично. Говорят жители, дорога разбитая. Доставка из Усть-Каменогорска и семей нерентабельна. Поэтому местное население с нетерпением ждет появления природного топлива. Десять лет назад, когда в Зайсане начали строить газопровод, люди радовались. Но газ дошел не до всех. Зато буквально через 150 метров отсюда топливо экспортируют в Китай. Я там работал. В Китае ежедневно по 800 тысяч кубометров отправляли газа по 18 тенге. Потом они потребовали экспортировать миллион 200 тысяч кубометров в день. Их труба не выдержала этой нагрузки. Когда мы реализовали топливо по 18 тенге, его цена на мировом рынке была 56 тенге за куб. А сейчас и того дороже. Централизованного газоснабжения в основном нет в микрорайонах, построенных за последние годы. А те, кто уже пользуются голубым топливом, жалуются на частые перебои. Какой-то неприятный запах все время исходит. Именно отсюда, в других местах нет. Не знаю, насколько далеко это от наших домов. Спросили у газовиков, кто должен нести ответственность. Они говорят, начальство в столице. В районном Акимате отвечают лишь за само строительство газопровода и ограничиваются мелким ремонтом. Но там признают, что третий этап газификации приостановлен. Чтобы полностью подключить райцентр, нужно свыше 480 миллионов тенге. В прошлом году из областного бюджета было выделено 45 миллионов тенге. Теперь ждем выделения средств из республиканского. Для полной газификации Зайсанского района еще нужно больше 1 миллиарда тенге. Газопровод пока провели только к 9 населенным пунктам, а еще 8 ждут своей очереди. Когда будут выделены деньги, неизвестно. Нургуль Ахметова, Улжавский, Рейхан, Жигир Бабаханов, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. Пограничный пост Кордая после временного закрытия возобновил работу. Наземный переход между Казахстаном и Кыргызстаном приостановил деятельность из-за зараженного коронавируса. Об этом сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. По их данным, инфицированный прибыл в Казахстан из соседней страны. Уже приняты меры по изоляции больного и контактных с ним. Их поместили в изолятор, расположенный на территории пограничного пункта пропуска. Здание обработали и после вентиляции возобновили работу. В Комитете отмечают, что с начала этого года через госграницу на территории Жамбылска области прошли свыше 185 тысяч человек. Среди них было выявлено 23 зараженных ковидом. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok